Первый вопрос по WhatsApp от Фердос Шейха, менеджера по маркетингу из Нью-Йорка, США. Можно ли поздравлять наших христианских друзей с Рождеством? И похожий вопрос был задан Хадиджей Сулейман. Она студентка университета из Лондона, Соединенное Королевство. Можем ли мы принимать еду или подарки от наших христианских друзей по случаю Рождества? И похожий вопрос задал Султан Хан из Торонто, Канада. Хотя мы знаем, что праздновать Рождество неправильно, но можем ли мы вежливо поздравлять наших христианских друзей с сезонными праздниками и фестивалями, днями рождениями и так далее? Хотя в глубине души мы не согласны с ними, но можем ли мы сказать хорошие слова в их адрес, чтобы поддержать дружбу? Основной вопрос, который задают, заключается в том, могут ли мусульмане поздравлять их христианских друзей с Рождеством? И могут ли они обмениваться едой и подарками по случаю Рождества? И зная, что это неправильно, могут ли они вежливо сказать какие-нибудь добрые слова? Или могут ли они сказать «Счастливого Нового года» и комплименты насчет Нового года, допустимо ли это?» Что касается поздравлений немусульман на праздниках, большинство немусульманских праздников они включают в себя либо ширк, либо они связаны с вещами, которые недозволены в нашем шариате. Так что большинство праздников, которые включают в себя ширк или вещи, которые недозволены в нашем шариате, поздравлять их в этих вещах, которые, очевидно, являются неправильными, запрещены в исламе. Аллах говорит в Коране в 5-й суре Аль-Маида во втором аяте «Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности». И аят продолжается «Но не помогайте друг другу в грехе и посягательстве». Поэтому мы не можем помогать друг другу, будь то мусульмане или немусульмане в вещах, которые запрещены, или которые являются греховными. Аллах говорит в Коране в 25-й суре Фуркаун в 72-м аяте «Они не свидетельствуют лживо» или «не свидетельствуют во лжи». Здесь Аллах говорит, что верующие не свидетельствуют лживо. Поэтому, когда мы поздравляем немусульман с праздниками, противоречащими шариату, то, естественно, мы соглашаемся с вещами, которые, очевидно, неправильны. И мы принимаем что-то, что они делают, что это правильно. И мы очень хорошо знаем, что большинство праздников включает в себя ширк, особенно Рождество. Так что, когда мы поздравляем кого-то с Рождеством, это как будто мы говорим, что мы поздравляем их с праздником, в котором христиане подразумевают, что Иисус Христос мир ему, которого они считают Богом или Сыном Бога, родился 25 декабря, и они празднуют Рождество как день рождения их Бога. Поэтому, когда мы желаем им счастливого Рождества, что мы делаем? На самом деле мы поздравляем их с ширком, то есть с преданием сотоварищей. И свидетельствуем, упаси Аллах, что Аллах родился 25 декабря. Так что, на самом деле, мы принимаем участие в ширке. И Аллах четко упоминает в Священном Коране 25-й суре Ислама. Аллах говорит в Коране, в 19-й суре Марьям, в 88-й, 92-й аяты. Они говорят, милостиво взял Себя Сына, этим вы совершаете ужасное злодеяние. Немо готово расколоться, и земля готова развернуться, а горы готовы рассыпаться в прах от того, что они приписывают милостивому Сына. Не подобает милостивому имя Сына. Каждый, кто на небесах и на земле, является милостивому только в качестве раба. И представьте, что мусульмане, которые утверждают, что они верят в единого Аллаха, и верят в таухид и против ширка, и в то же время желают им счастливого Рождества, и свидетельствуют, что у Аллаха Субханхуа Тааля родился Сын 25 декабря. И по этой причине почти все классические ученые сказали, что это харам. Согласно шейху Ислам Ибн Таймия, он говорит, что поздравлять немусульман с праздниками запрещено, и даже обмениваться едой или носить их праздничную одежду, или купаться, или использовать фейерверки на праздниках немусульман – это запрещено. И мы не должны принимать участие в празднованиях, и мы даже не можем поздравлять их в этих днях. И шейху Ислам Ибн Таймия очень ясен, что это харам, и что это запрещено в Исламе. А по мнению Ибн Аль-Кайяма, да помилуйте его Аллах, он говорит, что поздравлять немусульман на фестивалях и праздниках, большинство которых связаны с ширком и недозволенными вещами, полностью запрещено в Исламе. Это как поздравлять тех, кто совершает прелюбодение. И ты говоришь им, то, что вы делаете – это хорошо. Или кто-то употребляет алкоголь, и ты поздравляешь его, и говоришь, что это хорошо. Все это грехи. Поэтому, когда вы поздравляете их с праздниками, косвенно вы соглашаетесь с ними, что то, что они делают – это правильно. И это полностью запрещено. Так что почти все ученые, которых вы найдете, классические средневековые ученые, они говорят, что это запрещено. Сегодня вы можете найти некоторых ученых, которые могут сказать «это допустимо». Потому что в Коране нет текста, который запрещает поздравлять их или обмениваться подарками и так далее. Но это только небольшое количество, и они не следуют классическим ученым. Так что, по моему мнению, я согласен с шейхом Иль-Исламом Иль-Таймия и Иль-Иль-Каимом. И большинство ученых говорят, что поздравлять не мусульман во время фестиваля или праздников запрещено. Если вы прочитаете, то почти все классические ученые запрещают это. По моему мнению, желать христианам счастливого Рождества запрещено. И даже говорить им хорошие слова, потому что вы хотите быть с ними вежливыми. Говорить им сезонные комплименты или говорить желаю счастливого дня и говорить хорошие вещи и не мусульманам – это дозволенно. Совершенно никаких проблем. Но специально говорить это в их религиозных праздниках, поздравлять их на этих праздниках – это не разрешено. И если вы поздравляете их на праздниках, это означает, что вы поощряете эти праздники, и вы согласны с ними, что запрещено. В ином случае, желать хорошего потомства не мусульманам, или хорошего здоровья или богатства – все это нормально и разрешено. Но специально желать им этого на их религиозных праздниках, поощрять эти праздники, согласно мне и согласно большинству ученых – это запрещено. Принимать участие в их праздновании или обмениваться подарками, или носить их праздничную одежду – это запрещено. Я пошёл бы ещё дальше и сказал бы, что у нас есть много мусульман, бизнесменов, которые пытаются сделать прибыль на праздниках не мусульман. И они проводят рождественские распродажи или девали распродажи. Они хотят сделать на этом больше прибыли. И, по моему мнению, даже это запрещено. Момент, когда ты начинаешь распродажу в Рождество, это означает согласие с Рождеством. Что означает, что ты согласен, что Аллах причис Аллахат Подобного, родил сына 25 декабря. Или ты соглашаешься, что Аллах сам родился 25 декабря, причис Аллахат Подобного. Так что мусульманину поздравлять не мусульман с их религиозными праздниками, или принимать участие на этих праздниках, или обмениваться подарками, или даже делать бизнес, используя преимущество праздника, и говорить, что у нас рождественская распродажа – это недозволенно. И это неправильно по шариату. Может быть, есть некоторые не мусульмане, которые могут не понять, и даже могут обидеться. Я отвечаю им, что на наших праздниках мы не принуждаем кого-либо из не мусульман, чтобы они присутствовали и поздравляли нас с нашими праздниками. Представьте, если индус, который является вегетарианцем, он приходит и поздравляет меня во время Хурбан-Байрама в Идуль-Адха, и он желает мне приятного аппетита, потому что он не верит, что можно есть мясо или говядину. Я бы не обиделся, если бы он не пришел и не поздравил меня с праздником Хурбан-Байрам. Представь, если я скажу всем индусам, даже тем, кто вегетарианцы, вы должны прийти и поздравить меня с Хурбан-Байрамом. Они могут обидеться. Если им это неприятно, как они могут приходить и поздравлять меня с Хурбан-Байрамом? И в этот праздник мы приносим жертву козла, барана или быка, ведь они думают, что это неправильно. Поэтому я уважаю их взгляды. Поэтому немусульмане также должны уважать мои взгляды и убеждения. И я ожидаю, что христиане будут уважать мои взгляды. Теперь возникает вопрос. Что если христианин пришел и поздравил тебя, и ты не можешь ответить? Предположим, он сказал тебе «счастливого Рождества», и ты не можешь ответить «и тебе счастливого Рождества», ведь это запрещено. Что ты можешь сделать? Лучше это придерживаться молчания. И также лучшее, что ты можешь сделать, если ты знаешь сравнительное религиоведение, если ты смотрел мои лекции, лучше всего раскрыть ему истину. Но если ты не знаешь ответа, лучше всего промолчать. Или ты можешь сказать «мир тебе», или ты можешь пожелать ему «пусть Аллах даст тебе хидая», пожелать ему наставления на прямой путь. Это лучшая дуа для немусульманина, которую ты можешь сделать в отношении него. Но если немусульманин придет и поздравит меня с Рождеством, я спрошу его, почему ты празднуешь это Рождество? Он ответит мне «это день рождения Иисуса Христа, мир ему». Так что я спрошу его, говорит ли Библия, что Иисус Христос, мир ему, родился 25 декабря? И ответит «нет». В Библии нигде не говорится, что Иисус, мир ему, родился 25 числа. Но 25 декабря – это день рождения языческих богов. Языческих богов, которые были еще до рождения Иисуса Христа, мир ему. В греческой мифологии и многих других мифологиях, которые они верили. Это был день рождения их бога. Некоторые из них верили, что это день рождения сына бога. В разных мифологиях, в разных философиях это было известно датой 25 декабря. Поэтому христиане, чтобы сделать это легко приемлемым для людей того времени, они начали говорить, что Иисус Христос, мир ему, родился 25 декабря. На самом деле, если вы прочитаете Библию, там говорится, что Мария да будет доволен ей в Аллах, Мать Иисуса Христа, мир ему. На последнем месяце беременности Аллах попросил ее, чтобы она потрясла финиковую пальму, чтобы упали плоды. И мы знаем, что плоды созревают осенью, а не зимой. И от этого факта мы можем понять, что когда родился Иисус, мир ему, это не была зима, это была осень. Поэтому Иисус, мир ему, в действительности, не был рожден ни в декабре, ни 25 декабря. Так что, когда христианин спросит меня, я начну просвещать его, то есть делать ему даават. И я скажу, кто такой Иисус Христос, мир ему? И он попытается сказать мне, что Иисус – это всемогущий Бог. Тогда я скажу ему, можешь ли ты указать мне на одно недовусмысленное заявление из твоей Библии, где Иисус Христос, мир ему, сам говорит, что Он Бог, или где Он говорит «поклоняйтесь мне». И если ты хорош в твоем даавате, ты можешь продолжить, и ты можешь провести доказательства. Так что в этих случаях, если ты хорошо разбираешься в сравнительном религиоведении, ты можешь воспользоваться этой возможностью для призыва его к Исламу. Но ни в коем случае ты не можешь согласиться, что то, что они делают, это правильно. Аллах ясно сказал в Коране, в Третьей Суре Аль-Имрон, в 110-м аяте. Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества. И причина, по которой Аллах называет Хойруль-Умма, лучшая из общин. Потому что мы повелеваем совершать одобряемое и запрещаем предосудительное и веруем в Аллаха. Аллах называет нас Хойруль-Умма, лучшей из людей. Потому что мы повелеваем совершать одобряемое и запрещаем предосудительное. Так что в этом моменте мы должны направить их к истине и удержать от предосудительного. Ты не можешь участвовать вместе с ними в том, что неправильно. Ты не можешь поздравлять их в их религиозных праздниках, что является против учения Ислама. То, что тебе нужно сделать, это призывать их к талхиду, делать им да'ват. И ты можешь посмотреть мои видео про сходство между Исламом и Христианством, и был ли Иисус Христос распят, и является ли Иисус Богом. И другие различные видео, которые предоставят тебе информацию о том, как распространять послание Ислама христианам во время этого рождественского праздника. Надеюсь, я ответил на вопрос. Вы хотите иметь больше денег, иметь дополнительный доход? Хотите чувствовать себя увереннее, особенно в непредсказуемых условиях или в случае потери работы? Хотите позволить себе больше отдыхать и путешествовать? Чувствовать себя опорой своей семьи и создать для них комфортную жизнь? Хотите совершить хадж или умру и создать садо каджария? Помогать людям и тем самым достигать довольства Всевышнего? Это возможно, даже если у вас нет свободного времени и миллионов. Вы не разбираетесь в финансах и не являетесь крупным бизнесменом. Любой может создать капитал, который будет кормить его и его семью. Для этого достаточно грамотно управлять своими деньгами и создать правильную доходную стратегию инвестирования. Мы вас научим разбираться, как не попасть в сомнительные инвестиционные истории или не стать жертвой мошенников. Вы научитесь отличать халяльные компании от харамных, как составить личную инвестиционную стратегию и как собрать прибыльный портфель. Все просто, и это может сделать каждый, даже не имея специального образования. Наш опыт говорит сам за себя. Мы уже 19 лет успешно работаем в сфере инвестиций. Мы первая школа в России, которая учит инвестировать по шариату. И мы не просто обещаем, а даем проверенные знания и решения. Бесплатные уроки, платный курс, эфиры со мной, личная работа. У вас есть выбор, как учиться и развиваться. Сотни людей уже изменили свою жизнь, создав халяльный доход. Многие, начиная с полного нуля, инвестируют даже от 1000 рублей. И сейчас собирают прибыльные портфели. Благодаря нам они теперь могут тратить больше времени на то, что им действительно важно и нужно. Семью, отдых, саморазвитие, поклонение и не беспокоиться о будущем. Хотите начать? Переходите по ссылке в описании. И регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс. И уже через несколько шагов вы сможете начать изучать, как халяльно приумножить свои деньги, инвестируя в надежные компании. Вы узнаете, как создать стратегию с максимальной доходностью. И все это можно сделать просто с телефона. Не нужно дополнительного оборудования, десятки свободных часов и миллионы денег. Достаточно вашего желания изменить вашу жизнь. Ждем вас!